В Муроме чествуют ровесников победы. Порядка 40 юбилейных медалей сегодня были вручены ветеранам войны и тружникам тыла, отдавшим трудовые десятилетия Муромскому стрелочному заводу. Трудовой стаж этих людей 30, 40 и более лет. Неудивительно, что за эти годы коллектив стрелочного завода стал для ветеранов большой дружной семьей, в которой бережно хранят заводские традиции. Эта традиция памяти у нас соблюдается ежегодно. С ветеранами мы встречаемся. У заводского обелиска они ждут этих встреч. Конечно, со многими мы встречаемся на дому. Очень благожелательно, со слезами на глазах ждут эту награду. Лидия Андреевна Демидова, и когда она в 1949 году пришла на стрелочный завод, было чуть более 20 лет. Маленькая, худенькая девушка была больше похожа на подростка. Начальник даже брать к себе в цех не хотел. Дескать, на производстве ребенку не место. Я работала строгальщицей. На строгальный станок у меня был шейпинг, такой же маленький, как я. Я пришла в завод вот такая вот маленькая. Я 30 лет работала на станке. А на заводе я вот работала, наверное, без четырех дней, 41 год. Вчерашние фронтовики, вернувшиеся с войны, труженики тыла, не жалея сил, строили заводские корпуса, осваивали новые технологии в производстве. Слишком дорогой ценой досталась им мирная жизнь, чтобы тратить время впустую. За это вам огромное спасибо. От своего поколения, от лица администрации завода. Я еще раз вас поздравляю. Конечно же, мы столько здесь услышали дат ваших по возрасту. Конечно, вам крепкого, самое главное, здоровья. И если какая-то там есть необходимость, вы не стесняйтесь, обращайтесь. Татьяна Александровна вам в этом поможет. И мы, естественно, тоже. С праздником вас еще раз. Спасибо вам большое. История завода тесно переплелась с личной историей каждого из его заводчан. И красной нитью прошла через всю их жизнь. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова